МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Колонка Андрея Школьного рассказывает о том, что в Игнатовской средней школе Майинского района на сегодняшний день учится всего один десятиклассник Иван Максимов. В поселке с населением, где живут почти 2000 человек, такой антирекорд на Игнатовской земле зафиксирован впервые за всю историю существования общеобразовательной школы, которую, между прочим, основал самый известный симбирский педагог-просветитель Илья Николаевич Ульянов. Как признается сам школьник, в таком положении есть плюсы. Во-первых, материал усваивается лучше и нет возможности профилонить, чтобы не делать домашнее задание. Во-вторых, Иван ходит еще и на уроки с одиннадцатым классом, где учатся всего четыре девушки. Таким образом, школьник может окончить школу экстерном. Подробнее в материале один на уроке. Рубрика «Потребитель» рассказывает о том, как вкусно сделать пасхальные куличи. В эти выходные православные всего мира празднуют светлый праздник Пасхи. Главным украшением стола, помимо крашенных яиц, будет кулич. Народная газета узнала все секреты приготовления этой праздничной выпечки. Заключительная полоса по скриптам располосилась конвордом. Крадаем время с пользой для ума, а также не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах Народки. К региональным журналам. Продолжаю обзор толстого литературного журнала «Симбирск». Поэт Евгений Новицкий из Харькова знакомит читателя с поэзией для детей. Образные стихотворения, почему пингвин во фраке, айда яблонька, сосулька из солнца, признание старой мышки, не хватило пластилина, африканский гость, тайна паука и многие другие, несомненно, пополнят библиотечку вне классного чтения. Вторая журнальная цветная вкладка невероятно увлекает иллюстрациями ульяновского художника Людмилы Слесарской. Здесь абсолютно свежая работа начала весны, наследство, черемуха, натюрморт с незабудками, весь июль в одном ведерке, поленицы и другие. Погружаемся в бумажный вернисаж. К юбилею известного русского поэта и филолога Светланы Кековой журнал «Симбирск» подготовил подборку ее поэтических творений, а также прозу и отзывы коллег по Перу, которые поспешили в творческом порыве выразить слова колоссального восхищения в адрес любимого поэта. Здесь же об исторических встречах со Светланой Кековой в Ульяновске вспоминает поэт Николай Марянин. Заключение календарь на апреле-май знакомят с поэзией прозы юбиляров. К национальным изданиям газета «Канаж» на чувашском языке сообщает, что на этой неделе общественная организация Ульяновская областная чувашская национально-культурная автономия провела отчетно-выборную конференцию и отчиталась перед делегатами конференции за проделанную работу в течение пяти последних лет. Также в ходе конференции прошли выборы председателя областной чувашской автономии. Выдвинули две кандидатуры. Делегаты конференции единогласно проголосовали за действующего председателя автономии Олега Николаевича Мустаева. Так что и в ближайшие пять лет он будет вести работу по возрождению и развитию национальной культуры, языка, обычаев и традиций. Присоединяюсь к поздравлениям. К районным изданиям. Газета «Родина Ильича» Ульяновского района рассказывает о невероятно интересной и увлекательной профессии повара на примере Мингельсем Абдуалиевой. Она является шеф-поваром Ишевского детского сада «Ромашка». На вопрос, что нужно для того, чтобы стать хорошим поваром, она отвечает прежде всего призвание. Без любви к своему делу, без опыта и сноровки готовить пищу невозможно. Пожалуй, трудно с этим не согласиться. Подробнее в материале Екатерины Афанасьевой. Издание «Старомайнские известия» сообщает об акции «Сад памяти», приуроченной к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. В память о погибших жителях района преподавателей студента «Старомайнского техникума» были высажены плодовые деревья. Также в мероприятии принял участие глава администрации муниципального образования «Старомайнский район» Василий Половинкин и председатель районного совета ветеранов Галина Цезырова. Подробнее в материале Анны Дороговой память вырастет на века. Полезные советы по окрашиванию яиц к пасхи естественными красителями предлагает читательница «Старомайнских известий» Елена Бродрягова. Она поделилась опытом окрашивания яиц куркумой, паприкой, свеклой и краснокочаной капустой. Все советы довольно простые в применении. Берем на заметку. Журналистка газеты «Новое время» базарно-сатганского района Мария Евгеньева поведала о том, что уже более трех лет базарно-сатганском городском клубе проходит занятие по хореографии преподавателя Анастасия Родионова. Как признается учитель танцев, грация — сильный, яркий, энергичный коллектив, который пребывает в отличной форме и дает оснований верить в его творческое долголетие. Этот коллектив стремится иметь богатые традиции. Подробнее в материале самое лучшее ждет впереди. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Центральные новости здания, прошедшая 77-я областная легкоатлетическая эстафета, на приз газеты «Ульяновская правда». Спустя год вынужденной паузы центральной улицы города вновь стали ареной беговых состязаний. Среди участников вузов победу одержал Ульяновский государственный педагогический университет имени Ульянова. У школьников победа за гимназией номер один имени Ленина. Из силовых структур победу одержала команда «Динамо» управления Министерством внутренних дел. Среди участников из группы предприятий и организаций «Фортуна» улыбнулась команде из «Авиастара-СП». Из сельских районов области первенство у Инзинского района. Из числа семейных команд победа у семьи Михалковых из Освежского района города. Впервые в этом году в эстафете приняли участие дошколята. Победу одержала команда детского сада номер 242 «Садко». Поздравляю всех участников и призеров. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах управда.ру и медиа 73. Районные газеты доступны по подписке, городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика с любого месяца. С вами был неизменный и любопытный обозреватель пресс-ботвы Антон Картошкин. До свежего схода информационных грядок через неделю. Редактор субтитров А.Семкин